Добрый день! Меня зовут Сергей Чироков и в этом видео я вам хочу показать некоторые элементы по созданию сайта. Обратите внимание, вот это официальный сайт компании dom-land.com и точно такой же сайт вы видите в домене dom-land.megamoney.biz. То есть вот этот домен, это мой основной домен и я сделал еще под домен и в этом под домене разместил такой сайт со своей реферальной ссылочкой. Для чего это сделано? Для того, чтобы человек спокойно мог перейти и он даже не заметит, что здесь зашита реферальная ссылочка и не сможет, скажем, отделить эту реферальную ссылочку, то есть, допустим, вот так. То есть, к примеру, вот такая реферальная ссылочка у людей, либо там какое-то название и обычно делают так, что удаляют ее просто, либо там меняют, либо еще что-то делают и таким образом регистрироваться. Я, правда, не знаю, здесь можно ли зарегистрироваться без реферальной ссылочки или нет, но пока случаев таких не было, чтобы можно было напрямую под компанию регистрироваться, только-только-только по приглашению. А посему? Как сделать вот так, чтобы либо в основном домене, либо в поддомене? Значит, я сейчас сделаю точно такой же поддомен для своего партнера. Захожу на C-панель, сначала делаю субдомен, вот такой, и нажимаю создать. Пока идет создание код домена, значит, нам нужно взять вот этот код и вот в этом коде внести некоторые изменения. Значит, тайтл. Как сэкономить на коммунальных услугах. Значит, что это такое? Тайтл – это отображение вот это. То есть, когда мы наводим, появляется всплывающая такая подсказка, как сэкономить на коммунальных услугах. Можно оставить так, можно изменить другое название. То есть, это мы меняем вот здесь. Дальше. Чтобы у нас была вшитая реферальная ссылочка, мы меняем вот этот URL на нужный нам. То есть, вот этот, между вот этими кавычками. Значит, в данном случае я просто сменю данный URL на другой URL. Вот так. Все. И после этого сохраню этот файл. Так, значит, домен был создан. Нажимаем назад. Нажимаю Home. А теперь дальше. Открываю диспетчер файлов. Выбираю этот под домен. Дома, Лэн, Инфо, Глобала, Бис. Нажимаю ИТ. Значит, вот здесь проверяем, чтобы у вас папка соответствовала вашему пантаменту. А вот здесь содержимое данного сайта. Значит, вот в этот... Сюда надо закинуть. Закинуть следующий элемент. То есть, вот этот фабикон. И вот этот код. Значит, код у меня уже подготовлен. Нажимаем, значит, загрузить. Обзор. Обзор. Так. Так, партнером. Копия сайта. То есть, вот этот индекс. Открываем. Он сейчас загрузится. Комплект. Выконан. Индекс уже здесь. Еще надо загрузить фабикон. Нажимаем загрузить. Так, вот этот фабикон. Открыть. Загрузка. Все. Эти элементы загружены. Теперь сделаю следующее. Должен у нас открываться сайт домения. Сейчас скажу, какой. Показать оригинал. Так, копировать ссылку. Вот это окончание просто убираем и вставляем. Так. Это лишнее тоже убрать. Вот это тоже. И нажимаем. Вуаля. И все появилось. То есть, я при вас только что продублировал сайт компании, но уже на домение, вернее, в поддомение на хостинге Access. То есть, как бы, сайт в сайте получился. И теперь можно смело давать, и люди, которые будут регистрироваться, они будут регистрироваться именно под вас. То есть, данный вариант, я считаю, самый простой вариант. Ну, в принципе, тут даже компания к нам прислушивается, и сама компания изменила главную страницу своего сайта. То есть, уже как продающая страница сделана. Все очень-очень доступно и понятно написано. Чтобы воспользоваться данным способом создания дубликата сайта в своем поддомене, я вам уже подготовил вот эти два файла и вот этот архив. В архиве находятся эти же два файла. Здесь. Вы просто разархивируете и закинете на хостинг. Значит, фабикон это картинка, а индекс вам нужно будет отредактировать. Значит, как отредактировать? Надо будет установить такую программу под названием Notepad++. То есть, вот так. Вот эту программу Notepad++. Самый удобный редактор. И просто выделили этот файл, правой клавишей щелкнули и нажимаете Edit with Notepad++. Вот так. И содержимое файла у вас откроется. Если же вы просто откликнете на этот файл, то у вас будет вот так открыто. Это неправильно. Вы так не сможете отредактировать. Поэтому нажимаете правой клавишей и нажимаете Edit with Notepad++. В крайнем случае, можете этот же файл открыть с помощью блокнота. Он тоже позволяет редактировать HTML файлы. Единственное, ну там есть ряд ограничений, поэтому Notepad++ он самый-самый лучший способ. Отредактировать любые файлы, которые требуются для веб-программирования и создания сайта. Еще одно маленькое дополнение. Значит, если вы получили от меня или от моих партнеров файл в виде архива, то есть копия DomLand, значит, что в этом случае можно сделать? Нажимаете, то есть перешли в эту папочку вашего поддомена, либо в корень сайта вообще, то есть в основной ваш домен, то есть будет Public HTML, основной будет домен, без вот этого всего. И в корень сайта загружаете данный архив. То есть выбираете архив открыть. Здесь комплект, выполнено, сюда нажимаете. Вот он, этот архив. Теперь правой клавишей кликнули и нажимаете «Экстракт». Так, «Экстракт», то есть файл был разархивирован. «Close». Дальше. Вот эти два файла. Значит, если вы разархивировали и у вас файлы не появились, значит, обновите эту страницу. Допустим, вот таким способом обновите. Все, файлы появились, либо можете, допустим, на уровне выше и выбирайте папку с вашим поддоменом, например, как здесь. Так, дальше надо будет отредактировать вот этот файл, индекс.html. Если вы не хотите просто устанавливать программу на TPA++, то можно это редактирование произнести прямо здесь. Как это сделать? Вверху написано «Редактировать исходный текст», а также можно правой клавишей щелкнуть и нажать «Code Edit». Вот нажимаете «Code Edit», здесь ничего не меняете, нажимаете кнопочку «Edit». Открывается редактор. И вот здесь меняете окончание на свое окончание, либо просто можете взять, выделить эту реферальную ссылочку и удалить, и поставить свою реферальную ссылочку. После этого вам нужно данные изменения сохранить. С правой стороны вверху написано кнопочка «Сохранить изменения». Кликаете. Ну, сейчас я ничего не менял, поэтому сообщения вы не сделали никаких изменений для сохранения. То есть, таким простым способом можно все отредактировать очень-очень быстренько. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Чураков. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok